всем привет сейчас я расскажу как выгружаются данные из open street map уже с готовых в готовом виде для этого вы просто в поисковике можете забить вот такую фразу выгрузка с и чипи с или же пройти по ссылке которая будет дано саник видео сейчас данные выгружаются не самые последние к сожалению там видно какие-то из них возникли технические проблемы тот вариант выгрузки которые использую я которым я привык он не более понятен я вам рекомендую использовать его к если вы начинающий скажем пользователь гиз но существуют и другие варианты выгрузок для рассмотрим пока вот этот вот пройдем вот этой вот ссылки и обнаружим собственно обнаружим сайт на котором собраны страны снг и не только снг и субъекты российской федерации значит я рассмотрю историю сочи и скажу какие основные действия нужно сделать для того чтобы это загрузить и как этим пользоваться следующих видео рассмотрим какие-то основные функции работы с когиз когда вам нужен какой-то отдельный кусочек значит здесь выбирается область вас интересующая данном случае это к примеру краснодарский край он тут показывает что он не актуален и он не самый последний смотрите если попробовать нажать скачать тут у него какие-то уже возникли проблемы но можно пойти в архив и найти вот 15 числа выгрузку то есть вот 15 года в июне выгрузку вот это вот этих данных данные обычно зази полоны в сэвэзет формате это собственно открытый формат по моему обычный zip открывает его или нет может быть можно перебить это название но не оставит просто программка 7z принципе никаких проблем здесь не должно возникнуть после того как вы его скачали значит его надо распаковать выглядеть он будет вот таким вот образом ру к идее это краснодарский край это время выгрузки собственно вот тут вот ряд папок и файлов значит подробнее о самих данных да вы можете сейчас я вот показывают страничку тоже она будет в описании подробнее о них можно прочитать здесь что это такое ну и сразу может быть поймете но в целом основная идея наверное вам будет ясна есть другие варианты выгрузки но повторюсь мы рассмотрим пока вот этот далее после того как вы распаковали эту папку на рабочий стол запускаем кудис и открываем соответствующие файлы с помощью кудис кудис бесплатный ссылку него я уже вам давал и здесь просто по умолчанию открывать пустой как бы проект которым ничего нет и на будущее сразу скажу что здесь стоит обращать внимание на системы координат часа не пойдет речь придется немножко вникнуть и некоторые другие функции значит открою проект open тот который мы скачали значит здесь лежит три проекта данные к ним до в отдельной папке и вот эти данные в каждом из проектов отображается чуть чуть по-своему в свг папки свг это значки всякие иконки разных там объектов ну откроем вот этот первый и нам загружается ответит краснодарский край с кучей объектов он говорит нам то что это с более старой версии кудис но не волнует потому что у нас она относительно новой так и здесь сразу же стоит понять из чего это состоит на когда вы выгрузили первый раз вы это видите здесь куча слоев при приближении некоторые из них начинают показываться допустим как здание да на определенном масштабе они становятся видны и много объектов которые допустим вам не нужны вот ведь они начали проявляться здание их можно отщелкать просто вот визуально определяем что к чему относится в целом здесь три типа данных они все векторные тут это либо линии либо полигоны и вот так они отображаются квадратиком либо точки здание мне здесь не нужны сразу вот эти вот точки и просто я сейчас смотрю как это выглядит далее я сейчас просто покажу основной момент касающийся систем координат само редактирование ли там использование вот этих данных мы рассмотрим других видео повторюсь первое то что вам надо сделать это определить системой координат здесь по умолчанию сейчас выставлено вот в этом нижнем нижней части окна она отображается система координат который используется в интернете такая сферическая ее же можно посмотреть может быть даже более удобно запомнить project properties то есть в настройках проекта вы можете увидеть выбрать систему координат в которых будет отображаться данные сами данные изначально в одной системе координат она называется вот так вот в gs 84 и она в градусах то есть отображать данные в градусах все расстояние и конечно это неудобно то что используется здесь это называется вот так об этом можно прочитать и но сейчас я просто померю какое-то здание ради интереса да и допустим толщина здания наверное это как раз жилой объект здесь расположены инструменты допустим измерения желаем приближаем и измеряем видите да размер здания но я почти уверен что это какое-то жилое здание 22 метра что вряд ли похоже на правду если вы знаете хорошо какой-то объект и знаете его габариты это у вас естественно может вызвать сомнение значит здесь все достаточно просто нужно поменять систему координат на соответствующую соответствующую нас интересует из числа так называемых ютем координат система карнат ютем она базируется на тут есть определенные тонкости которые которые сейчас вам никак не стоит но самое главное что она отображает нам расстояние и площади в тех метрах и все без всяких искажений не знаю что и могут возникать проблемы на полюсах земли да там уже происходит искажение но основная часть нашего земного полушария она отображается норма и вы видите что здесь она разлинована на такие квадратики и здесь как раз можно увидеть основную так скажем основные вот эти направления по номерам до вертикальные тут еще буквы обозначают горизонтальные ячейки строки но мы ориентируемся на то что нам нужно выбрать вертикальный столбец в котором находится наш объект данном случае если не ошибаюсь это 37 и она там же где на москва находится находится и собственно определиться с полушарием но она здесь однозначно северная то есть и грубо говоря это можно сделать на глаз можно сделать точнее забив координаты допустим того же сочи если я рассматриваю сочи здесь в этом сервисе латлом . нет нажать convert и получить зону 37 так в данном случае нам нужно не т а просто н северной полушарии вот выглядит сервис вот так тут можно разные делать преобразование ну вот можно выбирать вот эту историю далее после того как мы определились зоной до с помощью сервисов можно использовать и другой другие методы мы должны систему координат найти в списке кугис и присвоить ее проект опять же идем в project properties запомнили да что у нас расстояние примерно 22 метра и выбираем здесь в же с 84 youtube зону 37 в разных гис программах они чуть-чуть по-разному называются для того чтобы сразу их находить тут есть принципе код 326 37 это 43 26 ну то есть то что позволяет вам точно определить что из-за системы координат не вникая вот буквы на эти обозначения здесь она расположена достаточно длинном списке там самом конце вот тут вот где-то да но вам проще запомнить необходимое вот это вот станет цифру 326 37 для того чтобы ее определить и нажимаете после того как ее выбрали вот он показывает что это про джек тут коллинат систем находится в группе universal а трансфер смешкатор сокращенный тем и соответствующее название здесь в описании в принципе есть показатель что это метры юнец равно м но вникать в это сейчас нам не нужно нажимаете apply ok и проверяем что мы тут намерили да ну вот эти 16 метров примерно которые стандартно для ширины жилого дома здесь конечно есть привязки но самое главное что мы сейчас выбрали то что нам нужно выгрузить из интернета из open street map загрузили этот проект и теперь уже видим это в том режиме который ну можно редактировать эти данные как-то их анализировать и так далее менять стилизацию и так далее там подобное вот собственно все по выгрузке данных по субъектам рф то что касается данных по европе у меня есть отдельное видео по парижу спасибо